Привет, дамы и господа, привет вам от Веча, привет вам от Ютубчика. У нас на Ютубчике сегодня 25 спонсоров, поэтому я прямо сейчас сделаю розыгрыш от 1 до 25, и один из спонсоров получит у нас либо всю ночь бесплатного фарма, либо получит доступ к альбому, либо консультацию, либо что еще можно дать, ну я не знаю, либо просмотр аккаунта на стриме. Там один из четырех вариантов, пускай человек выберет на стриме абсолютно бесплатно. А, есть еще вариант заказывать весь стрим бесплатно музыку. Может человеку ничего из этого не надо, но он может музыку позаказывать. И да, неважно, есть вы на стриме сейчас или смотрите это в записи, если выиграли, обратитесь ко мне вконтактике. Погнали. Вот он надо, давайте обновим. Так, вот так вот. Пару этих сделаем, да, чтобы не сказали, что тут все куплено от 1 до 25. Человек выиграл под цифрой 5. Итак, человек под цифрой 5 у нас с самого низу. Это раз, два, три, четыре. Евгений Тихонов. Если ты на стриме, поставь плюсик в чат. Если нет, то в записи, если посмотришь, обратись ко мне вконтакте. Ты можешь выбрать просмотр аккаунта, либо доступ к альбому, либо ночной фарм. Одну ночь я тебе бесплатно пофармлю, либо сделаю целую консультацию по твоему аккаунту. Еще раз, все ГЦ. И те, кто подписываются на канал, на канал мой, огромное вам спасибо. Те, кто становится спонсорами. Нам осталось 5 спонсоров. Если прямо сейчас подпишется 5 спонсоров, мы еще добавим 1 смайлик. Это уже будет 10 смайлик и плюс дополнительный розыгрыш. Каждые 5 спонсоров я делаю розыгрыш. У нас, как видите, на экране 12 подписчиков. Если за сегодня до конца стрима подпишется 12 человек, либо на Твиче, либо на Ютубе, имеется в виду в совокупности, то я альбом бафну сегодня неистово. Смотрите, мой сегодня альбом, я сегодня альбом немножко прокачал. В альбом я добавил гумункулшу тьмы, и у нее я сделал там чуть бы не целый гайд. Там у нее там хороших, таких десяток строчек. Я расписал, где его используют у персонажа, по какой причине я раскачал эту гумункулшу тьмы, что она умеет делать и какая ветка выбрана. У нее в комментариях 7 скриншотов. Ветка, по которой выбрал, и каждая руна отдельно в ней есть. Поэтому, если вы хотите получить такой доступ к альбому, можете получить его за подписку на Твиче, либо на Ютубе, неважно где, либо за денежку. Прямой донат. Да, и альбом настолько бафнится, что в скором времени вам Ютуб абсолютно не нужен будет. Вы под каждым персонажем, который здесь есть, можете найти абсолютно полный гайд, как одеть персонажа, какие статы, какие руны, и полностью все у вас будет в этом альбоме. Вся информация будет в альбоме. Все дефы мои, все атаки. Вы можете посмотреть, чем я воюю, чем я фармлю гидру и все остальное. Так что приобретайте доступ к альбому, и у вас будет вся эта информация рядом с вами. Вам не нужно даже смотреть стрим, а мне нужно заходить на Ютуб канал, искать какой-то гайд на такого персонажа, который у меня есть наверняка уже и раскачан, или я им даже сейчас не пользуюсь, но вы можете найти его в альбоме, так как персонажи, видите, тьма, свет, огонь, вода, ветер, они все красиво здесь заделаны. Так что мне нужно было искать там водяного персонажа где-то в огненных мобах. Вам выпал, к примеру, там Верат. Вы не знаете, как его одеть. Вы можете зайти, посмотреть, как одет у меня Верат, какие у него статы и все прочее. Мы сейчас откроем два сундука Лего, начнем с них. Еще мы перекуем одну руну три раза. Может повезет, и две руны перекуем. Так, это мы купили и сундуки. Ну, я надеюсь на что-то хорошее. Так, поехали. Ммм, свиточек. Десятый мистик на субботу. Ну ладно, оставим. Мистик. Мистик это хорошо. Так, и еще один. Давай еще один свиточек. Ну, это Зайрос. Оставьте в комментах, что за персонаж будет у меня со свитком. Кто выиграет, получит. Получит что? Бесплатно песня весь стрим будет заказывать. Да. Что будет с этого свитка? Я думаю, Зайрос, конечно. Ну ладно, Зайроса не будет. Точечность оставлю. По-моему, она мне нужна. Оставлю. И десять камушков. Камни пока собираем, пока ничего интересного нет. И перекоем эту руну. Злополучно уже. Который раз. Это третий раз я уже буду, да, перековывать? Так, перековка. Поехали. Походу и на следующей неделе я ее буду перековывать. Так. Как-то четко сказал. Оставьте, пожалуйста, в комментарии. В комментарии. Ну какой монстр выпадет со свитка. Люди пишут на стриме в чатике. Все чёте, да? Так. Ну, 50 спд. Нет, не будет 50 спд. Не будет. Не подфартило. А еще перед тем, как мы сделаем гайд. Я сегодня добавил, добавлю в альбом. Но пока вы смотрите, я уже его добавил в альбом. Раскачали сегодня у Уэйна. Его потестировали. В принципе, неплохо зашел. Еще сегодня мы раскачали вот этого Тарика. Тару. Тоже новая игрушка. И вот эта звезда тоже новая игрушка. Его и Уэйна я сегодня добавлю в альбоме. Там уже будет 212 скриншотов. Каждая руна отдельно. Где я его использую. Почему я его раскачал и так далее. Можете увидеть это все в альбоме. Формация стандартная. Абсолютный корм. Или на скилл имеется ввиду. Как минимум. Да. Второе. Это можно его раскачать как игрушку. Или третье. Это мастхэп персонаж. Который качают все. На какой-то там своей стадии. Или человеку просто вот. Ну захотелось раскачать его. Или он обязательно нужен. Где-то там в какой-то локации. Или в пвп. Опять же. Не забывайте. Что начиная с 4 звездочных персонажей. И лдшных тройк. Вы можете каждого персонажа оставлять себе. Хотя бы по одной штуке. Ну смотрите. К примеру. Вам не нравится. Хотя Ригель неплохой персонаж. Но вы его считаете абсолютным кормом. Вдруг его там еще неистово бафнут. Он будет там круче. Я не знаю. Всех персонажей вместе взятых. А вы его взяли и скормили. И он вам. Тем самым что вы его скормили. Там апнул какому-то другому личу. Один всего лишь скилл. И это особо не заиграло. Да? Никак. Никакой роли не составило. Но имеется ввиду. Что бонусов и никого с этого особого не получили. Оставьте его на складе. Хавать он не просит. Ну а так вообще решайте сами. Антарес. Используется он в основном на ГВ. На захвате. И зачастую на онлайн арене. Используется он против персонажей. Которые часто ходят. Имеется ввиду у них есть какие-то вот скиллы. Такие что они за счет чего-то получают дополнительный ход. Вот поняша ветра. Антарес прямая контра поняша ветра. Она может перевоплотиться в девочку. И Антарес забирает ход. Его пассивка гласит о чем. Что когда персонаж заканчивает свой ход. Антарес может получить после этого свой ход. И если тот персонаж должен был получить дополнительный ход как поняша. Или к примеру там прокнуть Виолентом. Антарес не дает этого сделать. Антарес один из трех-четырех персонажей в игре. Которые могут забрать ход врага. Хотя он должен был 100% походить. Или прокнуть Виолентом. И Антарес это забирает эту возможность. И он обретает ход. Прокает его пассивка. Он получает баф на один ход. Баф атаки. И баф шанса крита. Следовательно он получает плюс 50% атаки. Общий. И плюс 30 шанса крита. И при этом может заюзать либо первый скил. Либо второй. Если он не в откате. И так вы можете прокать каждый ход вашего врага. У вас на это 15% шанс. И теперь ему апнули пассивку. Он за каждый не использовавший шанс. Вот этот своего прока. Он апает себе эту пассивку. Я не знаю сколько. Я смотрел в Википедии. Кто-то пишет 1%. Кто-то пишет 2%. Кто-то вообще пишет 5%. Мне кажется процента полтора что ли. 1-2%. Ну явно не больше. И он обретает себе дополнительный как бы шанс. Имеется ввиду что походил враг. Не прокнула пассивка в Антареса. Значит уже допустим 16%. Еще раз походил. 17. 18. И вот так пока он не прокнет. И как только он прокнул этим сверхсуществом. Сразу пассивка опять опускается до 15%. Это очень решает на онлайн арене. Против всяких клив пати. Когда там против вас очень быстрая пати собирается с люшанами. И прочим Антарес может забрать ход. Вклиниться. Застанеть за счет комплекта Деспайра. Он же стан. С массовки. Еще и забрать Атакбар. Подхилится. В общем очень сильный персонаж. И бьет он достаточно много. Ему нужно много хп. Много атаки. Скорости тоже под 80-90 не помешает. Одевается в комплект Деспайра. Плюс контратака либо иммунитет. И ему нужно много шанса крита и крит урона. Также точности ему 30-40 не помешает. И для первого и для второго скилла. С первого скилла он бьет рандомно. Два или три раза. И на это ничто не влияет. Ни шанс крита. Ни точность. Просто рандом. Или два или три раза. И может кинуть замедление. Это очень сильно решает против мобов. Которые часто ходят. Быстрые сами по себе. Или еще и дамаживают от скорости. Что-то типа Теомарса и прочего. Они все это делают с первого скилла. Чтобы это не оглашать дальше. Сильный персонаж. Но не для новичка. Ригель. Этот персонаж уникален тем. Что его нельзя заморозить. Его нельзя застанить. И при этом у него теперь еще и пассивка апнулась. Смотрите. Когда вы его бьете. У вас на 25% шанс меньше. Того что вы по ригелю кританете. А теперь представьте что против вашего ригеля стоят какие-то мобы. У которых там ну не знаю. 2-3 огненных мобы. И у них не самый большой шанс крита. Если по ригелю не кританули. Он получает 10% атаки. И 10% защиты. Конечно исходя от своей базы. Не общих атак. Но все пассивки так работают. И посчитайте. Он это дело аккумулирует до 10 раз. Он может получить 100% атаки. И 100% защиты. А так как у него приблизительно 800 атаки. Там и где-то 550 брони. Вы понимаете. Да. Что вы можете получить неплохой такой бонус от пассивки. И он в конце концов раскатывает все и вся. И при этом очень мало получает урона. Особенно это раздражает в башне. Дико бесит. И при том что его опять же напоминаю нельзя застанить и заморозить. Дикий персонаж. Ужасный. Особенно в башне. Но для пвп он легко контрит со всякими персонажами. Типа люшеганов конечно же. Таоров. Те кто очень больно вносят соло урон. И ригель просто не выживает от этого. В защиту его ставить нет смысла. В атаке. Можете его использовать против мобов. Которые вас могут застанить. Заморозить. А ригелю на это плевать. Одевается виолент. Одевается вампирик. Кто-то одевает ему иммунитет. Чтоб ему раскол не закинули. Там либо еще что-то не сделали. Кто-то одевает ему контратак. Кто-то пати комплект. Какой-то на все пати. Тут уже смотрите сами. Использовался раньше на некроманте. Использовался раньше еще и на этом на червее. До сих пор у некоторых используется. Но некромант и черви. Сейчас зачастую формятся через шакрамок. Плюс этих бумеранг. Поэтому я не вижу смысла. Его там использовать. Как-то так. Абсолютно не вижу смысла. Поэтому. Он зачастую игрушка. Ну и может вы ему где-то видите место. Где он прям будет мастхэв. И очень нужен. Напишите в комментах. Где вы используете ригеля. Я его очень редко использую на гв как игрушку. И больше в принципе он у меня нигде не используется. Абсолютно. Да. Поэтому с него можно снять руны. Наверняка и деть кому-то другому. Так. Фука. То же самое. В принципе очень схож с ригелем. Но в данный момент ригели фука. Ригель конечно больше дамаги вносит. Если конечно не взирать на стихию. Это понятное дело. Фука слабый персонаж. Тупо из-за того что у нее купол равен его уровню. Его купол равен приблизительно 4.5 тысячи хп. Когда он у вас будет 40 уровня. За каждый левел он получает то ли 110 то ли 120 хп. Короче приблизительно 4.5 тысячи хп он получает на 40 левеле. Да он интересный персонаж тем что когда бьешь по куполу. Он в ответ может кинуть замедление. А это дико раздражает. Особенно в башне. И при этом по этому замедлению. Он может тут еще со второго скилла расколы всякие накидать. Поменять замедление на стан и прочее. Это тоже бесит. Согласен. Но в данный момент его никто никуда не качает. Опять же раньше юзался и на червях. И на некроманте. И в пвп иногда заходил сейчас не больше чем игрушка. Абсолютно. В данный момент если так спойлер. Юзабельные личи это только свет, огонь и тьма. Да когда то свет, огонь и тьму вообще никто не юзал. А юзали только воду и ветер. Меняется конечно же страта. Меняется все в игре. И тем более персонажи каких то переделают. Поэтому эти два уже не особо юзабельные. А так виолент одевается либо в амперик. Хельпасс одевается всегда в комплект Деспайера. Плюс иммунитет либо контратаку. Я советую все таки иммунитет. Почему? Потому что когда на вас нападают через два люшена. Плюс какая то бастет и еще там дракон ветра. Как я нападаю. То у хельпасса будет стоять иммунитет. Следовательно два люшена дадут паркаст. И один люшен. Он доведет хельпасса до половины хп. Хельпасс тут же начнет нахиливаться. А так как на нем висит иммунитет. Я не могу ему кинуть от второго люшена крест. Или там крест от бастетки и прочее. Следовательно это как минимум на один ход. Дает ему выживаемость. Поэтому иммунитет на хельпассе. Это прям самое то. Советую. И при этом это может зарешать. Не только против такой пачки. Против многих других. Ему какие хорошие статы нужно собрать. Это около 30 тысяч хп. Хотя бы 300-400 брони. Но хп приоритетнее. Так как вот хп он хилится. И соответственно живет. И скорости ему делаете просто ноль. Вообще ему скорость не нужна. Сделайте ему там минус 50 скорости. Конечно нельзя уйти в минус. Но все таки максимум там 5-10 скорости. Постарайтесь ему собрать хп на максимум хп. Резиста. И допустим даже защиты. Но вообще не собирать скорость. Это наверное один из немногих персонажей. Которому скорость противопоказана. Она ему не нужна. Чем дольше он будет сидеть под своей непобедимостью. Тем больше он будет высасывать хп. И раздражать врага в защите. То что некоторые делают хилл пассов быстрых. И это им не на руку играет. Поэтому сделайте ему минимум скорости. Он будет дольше стоять под непобедимостью. И опять же высасывать хп. Контриться этот персонаж легко. Вы можете кинуть на него бабочку. Называется бенедикшн эффект. Такой дебаф в игре. Он есть у Меган. Он есть у Цинка. И у других персонажей. И он не получит свою непобедимость. Следовательно не начнет насасывать хп. Хилл пассу могут кинуть непобедимость другие персонажи. Типа Хлои, Понтаса и так далее. Так что тоже бдите за этим. Также хилл пасса контрит просто обливианты Сориона. И Сиды. Там дриады воды. И прочих персонажей. И еще хилл пасса контрит крест. Крест. Вы накидываете крест. Он там немножко пососет у вас хп. Но себе он его не восстановит. Следовательно у него второй раз не появится пассивка. И еще что контрит хилл пасса. Это купол. Если вы деретесь пвп против хилл пасса, в чем разница Меган и Бастет? Бастет всегда лучше против хилл пасса, чем Меган. Почему? У Меган только одна один шанс. Это бабочка. А у Меган есть и купол, и крест. Когда на ваших персонажах висит купол, хилл пасс высасывает. У вас пытается высосать хп, но он вам пытается пробить сначала купол. И себе он хп не восстанавливает. Это прямая контра хилл пассу. Но в башне я бы купол не брал, потому что это глупо. Ведь у того хилл пасса в башне зачастую хп 1100. И он ваш купол просто проглотит в одну секунду. Вашей Бастетке или даже вашего Вусы. Это короче не контрит в башне. Это контрит только в пвп. Вот поэтому хилл пасс это один из лучших мобов на раштайм. Один из лучших дефов, с которым можно в теории взять 3 рубина при хороших рунах. И соответствующие атаки это 2 хилл пасса, 2 вот таких пиздюка и 2 жирнейшие камилы. По 35-40 тысяч хп в плюсе. Ох уж это деф раздражает, я вам серьезно говорю. Дико бесит. И бомберами сложно пробить. И люшанами очень долго пробивать. Вообще любыми пачками очень долго пробивающийся деф. Его зачастую игнорят и идут кого-то бить дальше. То есть если у вас есть 2 хилл пасса, не знаю. Возьмите, облежите мизинец и засуньте его себе. Хороший персонаж, одевайте Деспайер и там не знаю, иммунитет. Шикарно, вам повезло. Грего. Персонаж очень хороший в защите на ГВ и на захвате. Ну на ГВ его редко увидите, а вот на захвате в 4-х звездочном домике это прям паскуда еще та. Его одевает вампирик, либо Виолент. Часто ставит иммунитет, чтобы его не законтрили. Потому что его пассивка дает ему возможность снизить сразу урон в 2 раза. Или почти в 2 раза, но около 2 раз он снижает урон. Поэтому если ваш копер бьет 50, он по крего ударит максимум 1025. Будьте бздительны. Плюс его пассивка набирает обороты за счет смертей ваших, либо его сопартийцев. Поэтому тут тоже учитывайте, что он набирает обороты и он будет бить вас сильнее. Со второго скилла он тоже самое делает, что и фука. Первый скилл, всякие там замедления. Дамагу он выдает жесткую, при этом он еще и живет неплохо. И сам по себе персонаж темный, поэтому ему плевать по какой стихии бить. Его вот это вот второй скилл, и плюс то, что он шоколадненький, это дает возможность ему быть таким же долбанутым, как Теомарс. Вот Теомарсу плевать кого бить, и Грэга будет плевать кого бить. Но в первую очередь он будет бить светлых персонажей, конечно же. Но не рассчитывайте, что все 4 атаки со второго скилла, извиняюсь, пойдут в светлого персонажа, если вы возьмете там какого-то светлого голема, или еще кого-то против Грэга. Нет, он может ударить со второго скилла рандомно по всем, закинуть раскол и тут же переключиться. За счет прока Виолента, как вариант. Одевается в жирные статы от 10 тысяч хп, желательно он тысячи атаки, но я бы собирал больше хп, чем атаку. Брони хотя бы 300-400, там скорости под 80, собрать 85-150, там стандартная шанс крита на крит урон, и точности ему под 40 тоже не помешает. Но ему нужны жесткие роны, чтобы он действительно что-то делал в защите. Самураи огня, так, у них у всех, давайте сразу обсудим их четвертый скилл, это уникальный скилл, который у них появился года полтора, если не два назад. Самураи когда-то были говном, хотя сейчас они не намного лучше, но свет и тьма, это отдельная история. И у них появился четвертый скилл, когда-то это было уникальностью, сейчас это уже не так уникально. Четвертый скилл. Вы, юзая первый, второй или третий скилл, шансом 10, 20 и 50% можете обрести, 50, да? Да, 50. Можете обрести, апнуть как бы ему четвертый скилл. Вы, завершив ход, первый, второй либо третий скилл, с контратаки тоже работает, кстати, ну первый скилл, естественно, вы можете получить ему четвертый скилл. А вот четвертый скилл, он пробивает сквозь все, почти сквозь все. Он пробивает сквозь защиту, баф защиты имеется ввиду, он пробивает сквозь купол, сквозь шилд. Купол и шилд, шилды, это ваши бафы, которые вы получаете за счет рун, которые вы одели, а купола это то, что дает вуса, там и прочие персонажи. И он пробивает самое главное сквозь непобедимость Хлои. Да, это очень важно. Хлои кинула на всех непобедимость, а вам плевать. Вы все равно можете этим скиллом пробить эту непобедимость и никак урон не снизится. Единственное, что снизит этот урон, конечно, баф антикрита, там и прочее. Да, то, что, ну и всякие пассивки он не игнорит. Типа пассивки лайки, голема светлого, это тоже нужно учитывать. Эта фигня не игнорит. И при этом вы еще после этого получаете себе купол, что повышает его выживаемость. Купол по мощности пропорциональный своему уровню. Следовательно, купол будет равен, ну, приблизительно 4-4,5 тысячи. Я точно не знаю, как бы, если не прикапываться, то около 4,5 тысяч. Это не сильно даст ему выживаемость, не повысит для пвп. Но башни, для него это хороший буст, потому что башни, представьте, эти джуны стоят на 90-х плюс этажах, у них там 65-70 левел на хард башне. И представьте, у них купол-то посильнее будет, естественно. Там сложнее уже пробить. И это дает им выживаемость, и сложнее их убить, а они сидят под этим куполом, и ты их не можешь пробить. У них там осталось вроде чуть-чуть хп. Ну, опять же, раскол в помощь, он помогает. Первый скилл, опять же, по скилам особо проходиться не будем. С первого скилла вы можете закинуть раскол. Да, со второго скилла вы можете закинуть 2 дота. И с третьего скилла вы бьете 2 раза, и вы можете закинуть раскол на атаку. Это полезно против многих дд. Джун, мой Джун, он без проточенных скилл бьет приблизительно 2 раза по 15 до 20 тысяч. Я скажу так, для меня это урон маленький. 30-40 тысяч бить этого не всегда хватает. Мне проще взять какую-то Алисию, либо другого персонажа, который бьет сильнее. Или дождаться какого-то ддшного Зайроса, который будет с ульты пробивать под 35-40 тысяч, еще и при этом откатывать скиллы. Это очень важно. Или не убьет, так хотя бы откатит скиллы. Так что Джун мне не понравился, но когда я ему зафулю скиллы, я попробую его еще раз реализовать. Сейчас, пока он лежит на складе. Царство ему небесное. А так, он один из лучших, наверное, самураев, которого я бы раскачал. Водяной и Ветреный мне, допустим, не нравится. Но у Водяного есть какая-то фишка. Вы можете с третьего скилла снизить атак бар. Это очень сильно. А у Ветреного он откатывает скиллы. Следовательно, Ветреный и Кайта, он может, допустим, если... Насколько знаю, Кайта ваншотает Теомарса. Поправьте меня. Если что-то меняли, возможно, уже нет. Вот сейчас Кайта ваншотает Теомарса. По-моему, нет. Но Перну вы можете ваншотнуть. Если, конечно, кританете. Вы можете откатить скиллы какой-то ванессе. Можете откатить скиллы... Ну, любому персонажу, которому вам было бы приятно откатить скиллы, этот персонаж ничего не сделает. Даже если вы его не убили. Или ваш Кайта походил с третьего скилла, не кританул, но откатил скиллы Перны, и вы Перну, допустим, там на онлайн-арене или еще где-то добили другим мопом. Но это больше игрушка, чем специально раскачанный персонаж для этой цели. Поэтому не забывайте о том, что Кайта и всяким этим дерьмодемонам, им нужно 16, сука, таких же дурачков, как они, с поломанными руками, для того, чтобы проточить скиллы. Ага, еще обратите внимание, видите, у этого вот так вот на переносице порез, здесь у этого вот так вот порез, у этого вот так вот порез, у этого крест-накрест, а у темного вот так глаз разрезан. Видите, в чем отличие? Да, прикольно. Так что Кайта и Каз, как по мне, они бесполезные, вот честно. У них соло-тычки, вот видите, раз-два-три. Ну и эта ульта, она массовка, как и у этого. А вот Джун, у него две массовки. Поэтому он неплох. Но я так считаю, этих я бы не качал. Очень сильно много с ними нужно запариваться, по рунам и как проточить им скиллы. Без скиллов это просто бесполезные три куска говна, как и в принципе Свет и Тьма. А вот со скиллами это да. Но переходим к Свету и Тьме. Вот эти самураи, они стоят раскачкой в любом раскладе. Они рулили и будут рулить, наверное, еще десятки лет, или сколько эта игра проживет. Их можно, скажем так, объединить под одного. Единственное, в них разница. Это, не знаю, цвет кожи что ли. И один получает точность, этот, по-моему, этот устойчивость получает, этот получает точность. Но опять же, в ПВП это никакой роли фактически не заиграет, потому что вы будете взять третий скилл и выносить тупо всю пачку. Хороший Сиг и хороший Тоси, у них там, видите, чуть-чуть небольшая разница в атаке, но это опять же мелочь. Они вносят два урона по 20 и выше тысяч, и следовательно выносят всю пати. На ГВ тем более урон больше, хоть и ХП у врага больше, но все же. Вы берете под него пирата, берете Тиану, и берете Тоси или Сига. Тиана снимает все иммунки, вас разгоняет, пират дает раскол, и Тоси либо Сиг выносит всю и вся на ГВ на захвате. Я думаю, те, кто дерутся такой пачкой, согласятся, что это часто ваншотная пачка, и ты просто не паришься. Но опять же, зависит от пирата, который закинет раскол или нет, вы же понимаете. Но и при этом, этим персонажам советую сделать 100 шансов крита, как можно больше крита урона, скорости, атаки, это понятное дело. Одевается в любые руны с максимальными этими статами. И что им важно? Кто-то, прочитая скил, может сказать, ну зачем им делать 100 шансов крита? Ведь можно брать Тоси, только против темных монстров, и он получает 100% шанс крита. Вот Тоси по тьме критует 100%, как и Сиг по свету критует тоже 100%. Но как часто вы видите дефы, где только светлые мобы, или только темные? Вы что, раскачаете этого персонажа, не соберете ему шанс крита, а чтобы юзать его раз в год только против таких пати, согласитесь, крайне глупо получается. Поэтому его одевайте просто как стандартного люшена, с максимумом шанса крита, крит урона, повторяюсь, силы атаки, и конечно же скорости. Это 4 самых важных стата для такого типажа ДД. Им не нужна точность, им не нужен резист, там хп защита, для того, чтобы хоть выжили для одной тычки, и не потеряли его там против какого-то ТМарса, если будете драться. А так, самое главное, это статы по дамаге. На ГВ, на захвате, на арене может зайти, где еще можно, ну возможно в лабиринте вы его заюзаете, может кто-то башню через них проходит, я не знаю, у меня их нету, ни одного, ни второго, поэтому судить о них я не стану. Есть только огненный, который мне пока не нравится, ведь он не проточен по скиллам. Точнее у него рандомно распределились проточки скиллов, а третий скилл даже и близко не проточился, как мне хотелось бы. Поэтому в данный момент он пока для меня какашка, но в дальнейшем посмотрим. Спасибо тем, кто ставит большие пальцы вверх и оставляет комментарии. Также, если вы подпишетесь на ютубе вне стрима, станете спонсорами, а также за это дам доступ к альбому, либо посмотрю вам аккаунт прямо на стриме. Огромное спасибо тем, кто поддерживает своими спонсорскими подписками на стриме или не на стриме. Даже вот вы смотрите это видео, оно вам чем-то помогло, хотите сказать спасибо? Вот спонсорская подписка, ваше лучшее спасибо. Если вы с Украины или у вас нет этой кнопки спонсорской подписки, можете подписаться на твиче, да, это тоже не проблема, или обратиться ко мне, на твиче я вас могу подписать дешевле. Обратитесь ко мне вконтакте, вы и сэкономите, а я получу ту же оплату за подписку, и вы при этом не потратите больше, чем нужно. И опять же, вы за подписку либо на твиче, либо на ютубе получите доступ к альбому, либо просмотр аккаунта. Всем удачного фарма, побольше вам побед на ГВ, топовых рун с 10 гиганта, дракона и прочего. Что нужно, пишите мне в ВК, консультации, через корон, доступ к альбому, переодеть персонажей, поформить на вашем аккаунте. У меня есть одно место, начиная с сегодняшнего дня, 300 рублей стоит ночь. Если вы хотите взять на неделю 2 и больше, то цена будет намного меньше. Но чем дольше буду вас формить на аккаунте, тем меньше будет цена. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова